Конничива! Ваташина Намаева Алина дес. Вы на канале Читать Нельзя Сжигать. И сегодня мы с вами поговорим об азиатской литературе. На самом деле этот ролик был задуман так давно, что его концепция успела полностью измениться. У меня в читательском анамнезе есть и классические азиатские авторы, в основном японские. Но сегодня мы с вами поговорим только о современной азиатской литературе. Японской, корейской и немножечко китайской. В основном я вам покажу те книги, о которых вы могли уже слышать на канале, о некоторых совсем недавно, о некоторых давно. И я думаю, что многие из вас пропустили значительную часть этих роликов. Так что об этих книгах я не буду говорить слишком долго. Только немножко расскажу вам о чем, в принципе, произведение. И также в описании, в инфобоксе к этому ролику обязательно для вас оставлю все ссылочки на мои более полные отзывы на эти книги. Но постоянные зрители канала, не спешите убегать и вы, потому что также здесь будет две новые книги, которые я вот буквально только что прочитала, и это в целом новиночки. Так что думаю, вам будет интересно о них послушать. Ну и еще один момент. Если вам интересна азиатская литература, то также приглашаю вас на канал к Маше Кухонный Филолог. И опять же ссылочку на нее оставлю в инфобоксе. Это моя большая подруга, прекрасный книжный блогер, большой любитель азиатского направления. И мы с ней задумали снять вот подобный ролик практически одновременно. Так что мой ролик выходит сейчас. Маша выйдет примерно через недельку. Подписывайтесь, ждите. Больше азиатской литературы на ютубе точно должно быть. Давайте мы с вами начнем с тех книг, которые я прочитала недавно, с новиночек. И что тянуть, начнем с прекраснейшей, одной из лучших в этом ролике лично для меня, безумно мне полюбившейся. Это новинка от Поляндрии, роман Ито Агавы «Констовары Цубаки». Ито Агава, молодая японская писательница, и вот этот роман «Констовары Цубаки» не был ее литературным дебютом. Первый ее роман «Ресторан возрожденной любви» стал в Японии очень популярным. Так что в конечном итоге был даже экранизирован. Интересно то, что главные героини того романа очень любят готовить, как и сама писательница. Позже вышел вот этот роман «Констовары Цубаки», и в Японии также вышло уже и продолжение романа «Республика счастья». И, конечно, на русском языке эту вторую книгу я тоже буду очень ждать. И вообще Ито Агава стала для меня крайне интересной писательницей. Теперь за ее творчеством и, в особенности, за ее переводами на русский я, конечно, буду тщательно следить. События этого романа происходят в одном из древнейших городов Японии – Камакуре, который примечательен не только своими восхитительными природными пейзажами. Здесь и море, здесь и горы, природа, сохранившаяся в своем первозданном виде, заповедники. Также здесь и какое-то невероятное количество храмов. На небольшой город населением всего лишь в 200 тысяч человек здесь 176 древнейших японских храмов, которые как магнитом притягивают к себе туристов. И вообще эта книга буквально переносит своего читателя в какое-то идеальное райское место на земле, где действительно хочется жить. В своем предисловии переводчик этой книги Дмитрий Коваленин обращает внимание читателя на то, что это максимально бессобытийная, спокойная проза, от которой не стоит ожидать какого-то яркого сюжета. Вот что он говорит. «Любители головоломных японских убийств, кровожадных самураев и коварных гейш, проходите мимо. Такая книга, наверное, все-таки не для вас. Слишком уж она спокойная и медитативная». Дальше он рассказывает о том, как эту книгу приняли на родине, и как японские читательницы описывали ее как самую спокойную, уютную, умиротворяющую книгу, от которой просто не хочется отрываться вместе с тем. И я здесь согласна с ними на все сто. Насколько эта книга бессобытийна, настолько же не хочется выныривать из ее мира ни на секунду. Эта книга, отложив которую, ты так хочешь к ней вернуться, как бывает обычно только с самыми динамичными произведениями, когда хочется узнать поскорее, чем же все закончится, что будет дальше. Здесь, казалось бы, что будет дальше, это не тот ответ, который волнует читателя. Просто не хочется покидать этот уютный мирок. Главная героиня этого романа – потомственная Юхицу. Юхицу – это одна из древнейших японских профессий, и имена самых важных и значимых Юхицу до сих пор сохранились в истории. По сути, Юхицу – это такие писари, которые писали письма за других людей по самым разным поводам. Если пытаться объяснить эту профессию, то я бы сказала, что это сочетание каллиграфических умений и вместе с тем навыков копирайтинга. Девушка не просто красиво оформляет кем-то придуманный и написанный текст, она также составляет сами послания. То есть люди к ней обращаются не только для того, чтобы послание было гармонично и красиво оформлено, а с этим она тоже справляется на все сто, тщательно подбирая и фактуру бумаги, и цвет, тон, качество чернил, и конверт, и марку. Героиня не просто использует какие-то веками наработанные шаблоны, хотя и это тоже, она вместе с тем как бы перевоплощается в того человека, который к ней обратился. Именно поэтому это не просто какой-то договор, какая-то сделка, это всегда что-то гораздо большее и душевное. Когда к ней приходит новый посетитель, она должна предложить ему чашечку чая, и вместе они должны побеседовать, она должна лучше узнать этого человека, чтобы потом изложить его мысли, так как это мог бы сделать он сам, если бы нашел подходящие слова. Поводы для обращения к ней могут быть самыми разными, как грустными, так и счастливыми. Кто-то хочет выразить признательность, кто-то хочет поставить финальную точку в отношениях. Это в какой-то степени производственный роман, но речь здесь не о большом предприятии, а о маленьком семейном наследуемом деле. Книга максимально уютная, читать ее, как познавать дзен. Я не могу полностью передать все свои восторги, потому что это восторг очень тихий, спокойный и очень такой близкий к коже. Этот роман дает невероятную возможность перенестись в другую культуру, и не читая японскую классику, вместе с тем прочувствовать не только современные настроения в этой культуре, но вместе с тем и все вот эти ниточки, которые тянутся очень глубоко в прошлое. В общем, книга невероятная, прекрасная. Рекомендую. Друзья, большую часть книг из сегодняшнего ролика вы можете купить в интернет-магазине Буквоед. А сегодня есть и дополнительные причины, чтобы это сделать, ведь на сайте проходит очень выгодная акция. При сумме вашего заказа от 1000 рублей вы получите скидку в 19%, при сумме заказа от 2000 рублей 23%, ну а если ваш заказ составит 3000 рублей или больше, 27% скидки. Будьте внимательны, скидки действуют для знаковых читателей, то есть для зарегистрировавшихся. Акция продлится до 9 мая, так что все успеют собрать корзины и оформить заказ. А если вы хотите увеличить свою скидку или не хотите набирать корзину до 2000 рублей, то используйте мой промокод ЧНС23, который, конечно же, даст вам скидку в 23% на все книги из каталога интернет-магазина, кроме тех, что находятся в предзаказе. Мой промокод будет действовать до 18 мая, и в корзине будет применяться большее из действующих скидок. Не забывайте о том, что доставка книг в розничный магазин буква ЕДА бесплатная, так что переходите по ссылочкам в описании. Приятнейших вам покупок! А вот следующая книга, корейский роман от Ким Соджин, который называется «Обыкновенное зло», порадовал меня несколько меньше. Хотя задумка здесь, конечно, очень классная. Речь идет об обыкновенном зле, о зле без мотивов, о тех внутренних порывах, которые иногда возникают практически в каждом человеке, о странных мыслях, которые могут загореться в голове в тот или иной момент. И здесь писательница показывает нам, что могло бы быть, если бы один человек, обычная 40-летняя домохозяйка, поддалась бы такому внезапному порыву. Возвращаясь домой поздно вечером, она видит уже пожилого мужчину, который стоит к ней спиной и мочится в реку. Ее это, конечно же, очень сильно возмущает, как и любого другого человека. И первая мысль, которая проносится в голове, да чтоб тебе туда упасть и, в общем-то, не выплыть. Главная героиня Ли Эн Джу несколько измучена этой жизнью, она постоянно уставшая, в ее жизни нет ничего примечательного, она, по сути, является просто таким удобным человеком для своей семьи. Приготовь, убери вот это вот все, иногда вечером соберись вместе со своими подругами, что-то там обсуди и пойми, что твоя жизнь ничего интересного из себя не представляет. И вот что-то толкает ее, а она, в свою очередь, толкает этого мужчину на в реку. Далее мы вместе с автором будем пытаться все-таки разобраться в ее мотивах и в том, как она будет дальше жить с этим преступлением, потому что пьяный мужчина не смог выбраться и утонул. Интересно то, что Ли Эн Джу здесь не придается какой-нибудь особой рефлексии по поводу совершенного убийства. Так что это такое преступление и наказание наоборот, когда у убившего человека не возникает никакого чувства вины и никакого желания переваривать в глубине себя эту трагедию и вообще к ней как-либо возвращаться. Если бы не свидетель произошедшего, который обращается в полицию и дает наводку на женщину, то то, что изначально посчитали несчастным случаем, так и осталось бы в прошлом или Ин Джу, кажется, вообще скоро забыла бы о совершенном. Тем не менее, такой свидетель есть и именно его свидетельские показания, а не самоубийство, запускают все последующие события. Далее роман приобрел для меня несколько неожиданную форму, как будто бы старался усидеть на двух стульев. С одной стороны, продолжая развивать тему вот этого обыкновенного зла, совершенного без мотива обыкновенным человеком, не то чтобы особенно злым, просто человеком, который решил себе в этот момент ни в чем не отказывать. Но вместе с тем роман пытается стать более сюжетным и интересным для любого читателя, так что количество убийц, как настоящих, так и воображаемых на квадратный метр, возрастает. И от этого, мне кажется, роман стал только хуже. И в итоге получилось такое ни рыба, ни мясо. Это и не интересная, сюжетная, захватывающая история. И вместе с тем, не то чтобы по-настоящему высокая литература, как мне показалось. Кстати, обратите внимание, как классно она оформлена. За что люблю Инспирию, так это за оформленные форзацы. Вот здесь у нас портрет писательницы, очень короткая ее биография. И в целом такое яркое, приятное оформление. Теперь мы переходим к тем книгам, о которых на канале я уже рассказывала недавно или очень давно. Так что можете ориентироваться на тайминг, в котором есть название всех произведений. И посмотреть только про те книги, про которые вы на моем канале еще не слышали. Конечно же, не могу молчать, хочу кричать. Давайте продолжим с корейской литературой. Это у нас Син Гюнсук, ее роман «Прошу найди маму», который я прочитала в рамках нашей книжной эстафеты. Эта книгу получила от Даши Келлер, за что Дашу полюбила еще больше и не перестаю благодарить. Потому что вот в таком небольшом формате спряталась по-настоящему важная история, которая, как сказала Даша, я не перестану цитировать, меняет читателя. Это нужная литература, очень важная, которую мне хотелось бы обязательно для каждого из вас донести. Если вы долго ходили вокруг да около азиатских авторов и давно хотели бы что-нибудь попробовать, вот смело можете брать вот эту книгу. Да, кстати говоря, если отвечать на этот вопрос, с чего начать, то вот эту книгу можно взять, если вам хочется чего-то настроенческого, спокойного, бессобытийного и не особо травмирующего, такого легкого в основном, то вот эту книгу я уже рекомендую любителям мощной социальной драмы, драмы об отношениях между близкими людьми. Книга раскрывает тему семьи, тему каждого отдельного человека в этой семье. Конечно же, главная центральная фигура романа, которая и будет раскрываться с самых разных углов точек зрения, это фигура матери. И с одной стороны, да, в плане отношений между персонажами здесь будет что-то такое местное, корейское, опять же, уходящее корнями глубоко в культуру, но с другой стороны, это все будет понятно абсолютно любому читателю. Это вопросы тонких связей между членами семьи, которые все больше истончаются, когда ребенок взрослеет. Это проблема повзрослевших детей, которые уже не стремятся проводить время со своими родителями, которым родители, возможно, не особо интересны. Они мало знают об их прошлом, они мало знают даже об их настоящем. Это родители, которые смиряются с этим, потому что это совершенно естественные процессы в жизни, но которые, конечно, очень болезненно переживают вот этот момент разрыва. В этой книге семья, в которой трое уже взрослых детей теряют свою мать. И мать и отец в этой семье уже пожилые люди, кроме того, как оказывается, позже у матери уже были некоторые звоночки возрастных изменений, она стала не такой внимательной, забывчивой. О ней нужно было заботиться более тщательно, чем раньше. Ну, вот так получилось, не уследили. И на вокзале мать, которая приехала в гости, в другой город, в крупный город к своим детям повзрослевшим, она теряется, и ее не могут найти, не могут найти день за днем. И мы здесь видим с одной стороны нарастающее чувство отчаяния, и главы здесь чередуются так, что на происходящее событие мы посмотрим и глазами мужа, и глазами детей, и мы будем через призму их взгляда узнавать, какая она, эта потерянная женщина. Я сейчас держу эту книгу в руках и в очередной раз недоумеваю, как в таком небольшом объеме можно было уместить столько болезненных тем, столько болезненных фрагментов. Следующая книга также из Кореи, автор ее Тэн Эм Джу, и роман называется «Госпожа Ким Джи Йен», рожденная в 1982 году. Эта книга исследует не менее интересную и важную тему, а именно место женщины в этом мире. Но, несмотря на то, что события, которые здесь описываются местами очень странные, непонятные и неприемлемые для современного европейского читателя, все равно какие-то аналогии можно найти и сейчас в любой, абсолютно любой стране. Как написано в аннотации к этой книге, Ким Джи Йен это одно из самых распространенных имен для целого поколения. Так что главная героиня этого романа практически любая южно-корейская женщина, матери которой пришлось извиняться перед своими родственниками и родителями мужа за то, что она родила девочку. Согласитесь, в одной только этой фразе столько жести, что столкнувшись с ней впервые, вам потребуется скорее всего перечитать ее несколько раз, чтобы осмыслить и принять. И вся эта книга по настроению она именно такая. Здесь главная героиня рассказывает о своей семье с самого детства. В ее семье также был брат, которому всегда доставалась и забота, и внимание, и вкусная еда, и любые небольшие средства, которые были в семье, всегда тратились только на брата. В то время, как сестра была всего лишь еще одними руками полезными в хозяйстве, подай, принеси, убери, приготовь. И вся жизнь этой и множество других корейских женщин, как началась с самого детства, вот с такой позиции второсортного человека, за чье рождение нужно извиняться, так на протяжении всей жизни этим законам она и подчинена. Будучи взрослой женщиной, она в браке, она работает, она ухаживает за ребенком, но что-то гложет ее изнутри, потому что в отличие от многих других женщин своей страны, ее абсолютно не устраивает то, что происходило с ней всю ее жизнь и продолжает в какой-то степени происходить. И вот она приходит на прием к мужчине-психиатру, типичному представителю своей страны, который вроде бы и хочет ее понять и поддержать, и всячески пытается это сделать, и с большим интересом, и с опереживанием вроде бы слушает ее историю, но сможет ли он до конца проникнуться местом женщины в Южной Корее, это вопрос, на который вы узнаете ответ, прочитав эту небольшую историю. Книга с точки зрения литературного мастерства автора ни на что особо не претендует и в большей степени воспринимается скорее как увлекательный нон-фикшн, поданный в незатейливой литературной форме, но тем не менее я часто возвращаюсь к ней в мыслях, точно никуда с моих полок она не денется, и вам в качестве каких-то интересных новых сведений о Южной Корее и о месте женщины в этой стране, конечно, вам книгу рекомендую. Следующий роман это Белая хризантема от Мэрилин Брахт, и книгу тоже можно порекомендовать любому неподготовленному к азиатской прозе читателю, потому что написана она вполне себе в европейском стиле, но вместе с тем она подсвечивает важные исторические события, она рассказывает о тех временах, когда Корея находилась под японской оккупацией, и конкретно здесь темой произведения является сексуальное рабство, в которое японцы угоняли корейских женщин. Женщины становились так называемыми женщинами для утешения, были на скорую руку построены публичные дома, женщины в день принимали 20, а то и 30 мужчин. События, которые здесь описываются, крайне жестокие, автор делает это без каких-либо поправок, без попыток как-то что-либо успехчить, и одной из самых жестоких вещей остается то, что Япония долгое время не признавала сам факт существования таких публичных домов и массового сексуального рабства. События романа развиваются в двух временных линиях. Линия ближе к нам по хронологии проходит в 2011 году, когда уже пожилая женщина вспоминает о годах своей юности и очень сильно переживает о том, что когда-то она была разлучена со своей сестрой. Также в ретроспективе мы переносимся в 1943 год, год японской оккупации, и здесь перед нами история двух сестер, сестер из рода Хэньо, ныряльщиц. Они живут простой, но вместе с тем счастливой жизнью. Дальше вместе с главной героиней мы опускаемся куда-то в самые глубины ада. Роман, конечно, хочется рекомендовать, но должна предупредить на всякий случай. Эмоциональное произведение очень непростое, точно выведет вас на эмоции и скорее всего придавит тяжелой бетонной плитой. После этой книги придется какое-то время отходить от всех вот этих мощных эмоциональных переживаний. Следующая книга единственная представляющая Китай в этой подборке, тем не менее, это книга американской писательницы Эми Тан, которая называется «Клуб радости и удачи». И как метка замеченного нотации, она умеренно китайская. Сама Эми Тан ребенок эмигрантов и, видимо, решив написать роман, она пошла самым очевидным путем и решила развивать тему близкую лично ей. Это тема эмиграции из страны с богатой культурой и болезненная для эмигрантов тема того, что их дети начинают терять связь с родной землей, терять свои корни, они совсем не похожи на своих родителей. Вот именно об этом эта книга. Здесь у нас четыре матери, которые были рождены, большую часть своей жизни прожили в Китае, но по разным причинам оттуда эмигрировавшие в Америку, но в основном по одной причине все-таки в поисках лучшей жизни, конечно же, и именно там в Америке у них были рождены дочери, четыре дочери. Эта книга с одной стороны затрагивает и какие-то общие проблемы потери связей между повзрослевшими дочерьми и матерьми, это та же тема, которая была в Прошу, найди маму, но также здесь вот эта тема разницы культур в одной семье, очень интересная. Книга состоит из 16 новелл, у нас здесь постоянно меняются рассказчики, то это матери, то дочери, больше времени здесь уделено все-таки китайской, материнской линии, именно она для меня и была наиболее интересной. Книга написана крайне трогательно, можете не верить мне на слово, открыть ознакомительный фрагмент и прочитать самое начало, это буквально одна страница курсива, если вас это не тронет, дальше можете не читать, но мне кажется, что книга порадует очень-очень многих, потому что с одной стороны она драматичная, с другой стороны она во многом душевная. Роман называется Клуб радости и удачи, потому что именно так свои небольшие посиделки называют вот эти четыре китайские женщины, которые часто собираются вместе для того, чтобы попить чаю, поиграть в маджонг и вспомнить о каких-то старых временах, поговорить о своих дочерях. В общем, книга очень хорошая и у нас с вами осталась японская литература, я вам уже показывала Констовар Цубаки, одна из лучших книг, которые я вам могу порекомендовать сегодня, и также, наверное, если выбирать из оставшихся романов, то вот я называла его галстуком, тоже неплохо подойдет для любого читателя. С одной стороны, книга просто и понятно написана, без каких-нибудь изысков и японских странностей, с другой стороны, она показывает очень японские проблемы. Здесь у нас два главных героя, очень разных, которые переживают сильный кризис. Это молодой парнишка, хики-камори, чисто японское понятие, это чаще подростки, иногда и взрослые люди, которые перестают выходить из своей квартиры, из дома, иногда даже и вовсе из комнаты, которые хотят полностью оборвать свою связь с окружающим миром. Зачастую это люди, которые с главой ушли в мир виртуальный, это онлайн-игры, просмотр аниме, но с нашим главным героем все не так банально. Это человек, в жизни которого была определенная драма, родители его, конечно же, очень тяжело это все переживают и, что интересно, в большей степени их волнует не будущее их сына, а то, что люди о них подумают, если узнают, что вот такое происходит в их семье. Второй персонаж не менее интересен, это уже очень взрослый мужчина, которому пора бы уже, наверное, выходить на пенсию и его действительно увольняют с работы, потому что он уже не справляется со своими обязанностями. Большую часть его жизни сразу после женитьбы жена с утра готовила ему бенто, обед с собой, повязывала ему галстук и он уходил на работу, чтобы вернуться вечером и сказать, что самое лучшее в его работе это возвращение домой. Но вот его увольняют и он не может найти в себе смелости признаться в этом своей жене. Так что каждый день он надевает галстук и отправляется якобы на работу, а на самом деле в парк, где везде не просиживает. Туда же зачастил и наш молодой парнишка, который наконец-то решил взять себя в руки и выйти из дома, но не особо далеко. Дальше, чем лавочка в ближайшем парке, он не продвинулся. Там они сидят друг напротив друга и, конечно же, рано или поздно они должны начать общаться и делиться своими историями. Книга душевная, очень небольшая по объему. В ней есть и что-то такое сугубо японское, то, что не особо нам близко и понятно, но вместе с тем крайне интересно. И также есть какие-то общие психологические моменты для всех людей. Четыре оставшиеся у меня книги это уже книги для искушенного азиатской литературы читателя, возможно, не только литературы, в целом, имеющим какое-то представление о культуре, может быть, аниме, фильмы, что угодно. Эти книги я уже не рекомендую для начала знакомства с направлением, но, тем не менее, они весьма интересные и подойдут, наверное, еще читателю, который, в принципе, открыт чему угодно и готов к небольшой доль безумия. Про все эти четыре книги я рассказывала на канале относительно недавно, так что долго о них говорить не буду. Давайте начнем вот с этого совсем небольшого романа, скорее, это все-таки повесть от Хироко Аямады, называется «Она Нора». Об этой книге я рассказывала очень много и со спойлерами, потому что говорить о ней без спойлеров особого смысла и нет. Это книга из разряда тех, которые вы прочитали и потом долго думаете, что все это было. Начинаете сопоставлять, анализировать, возвращаться к каким-то сценам не только у себя в уме, но и берете книгу в руки, перечитываете довольно большие фрагменты, пытаетесь составить весь этот пазл и самое интересное, что однозначного правильного ответа здесь вовсе нет. по сути, мы имеем дело с литературой интерпретаций, где каждый читатель, интерпретируя текст, находит актуальный именно для него смысл и как бы воссоздает произведение заново не только для себя, но и с точки зрения автора. То есть, автору интереснее писать такие работы, в которых читатель не получает всех ответов на руки. И у Хироко Аямады это получилось совершенно очаровательно. Перед нами молодая женщина, которая вместе со своим мужем переезжает жить за город. Их небольшой домик находится на одном участке с домом ее свекры и свекрови. Для главной героини эта жизнь становится чем-то совершенно новым и непривычным, потому что она живет теперь близко к родителям мужа. Также муж каждый день уезжает на работу, а она увольняется для того, чтобы переехать за город и теперь ведет хозяйство. Она, как человек, привыкший ходить на работу, теперь не может понять, что ей делать со всем освободившимся временем. Детей у них нет, так что она частенько просто выходит из дома и прогуливается по окрестностям для того, чтобы хоть чем-то свое время занять. На страницах этого романа царит жаркое лето, стрекочат цикады и близится Абон. Это японский день поминовения мертвых. Так что в книге есть и мистическая составляющая, и именно к этой мистической составляющей как раз и относятся все неоднозначности трактовки не только финала, но и в целом всего произведения. Книга весьма любопытная и в моем не самом огромном читательском багаже ничего подобного раньше не встречалось, так что для меня она еще и такая особенная. Дальше у меня книга, которую я прочитала позже и что-то общее, конечно, у этих двух произведений есть, а точнее здесь у нас сборник произведений, одна повесть и несколько небольших рассказиков от Юки Каматоя под общим названием «Брак с другими видами». «Брак с другими винами» это повесть, которая рассказывает об отношениях в браке и о том, как люди приспосабливаются друг к другу, но вместе с тем и меняют друг друга и в какой-то момент они становятся пугающе похожими. Здесь, конечно, все это преподнесено с долей мистики, когда действительно люди становятся буквально на одно лицо, но, конечно, все это не более чем метафора отношений в браке. Другие работы под этой обложкой также любопытны и метафоричны, кроме того, здесь есть и немалая нотка чего-то такого поэтичного. Как здесь, так и здесь вам будет намного интереснее, уютнее, привычнее и у вас будет более твердая почва под ногами, если вы хоть как-то знакомы с японским фольклором и имеете общие представления обо всех этих баке-моно. И у нас с вами осталось две книги от Саеки Мураты, одну из которых, а именно «Человек-комбини» можно рекомендовать практически всем и каждому, если, конечно, вы не самый лютый тому, что перед вами будет какая-никакая разница культуры и менталитетов, а вот вторую книгу можно рекомендовать только очень и очень осторожно и только тем, кто готов к настоящей жести, настоящей азиатской жести. Вот эта книга самая безумная и странная на моих полках, не только в плане азиатской литературы, но, наверное, и вообще. Если вы читали или смотрели «Американского психопата», то, вот, имейте в виду, у меня проходят примерно такие аналогии, хотя здесь события совсем другие. Если говорить о сюжете, о бэкграунде, то вот здесь у нас женщина, которая в юные годы сразу после учебы или еще во время учебы устроилась работать в небольшой японский комбинированный магазинчик, который стал не то чтобы смыслом, а значительной частью ее существования или даже правильнее будет сказать, она стала частью существования этого магазинчика. У Кейка Фурукуры есть какие-то психологические нарушения, я бы не сказала, что она совсем социопат, но определенно у нее не такое отношение к окружающим ее людям и к миру, как у большинства других людей. Но она отчаянно желает и пытается слиться с толпой, с народом, не выделяться. Она очень боится того, что люди поймут, кто она такая, выведут ее на чистую воду, и все свои внутренние силы она тратит на то, чтобы особо не выделяться и быть человеком, похожим на всех остальных. Очень интересная книга, которая не дает однозначного ответа ни об авторской позиции, ни о том, как же все-таки правильно. Имеет ли общество право что-то требовать от каждой из своих единиц, например, рождение детей, хорошая работа, повышение показателей экономических, демографических. Обязан ли человек этому соответствовать или люди все-таки должны оставить друг друга в покое. Вот эта книга, хотел сказать, пытается ответить на те же вопросы, но скорее оба этих романа не стремятся дать ответ, они стремятся только этот вопрос задать и под разными углами попытаться как-то его посмаковать. Но вот здесь у нас тональность совсем другая, и если здесь для главной героини важно было сойти за свою, то здесь такие же люди, целая группа людей, не похожих на остальных и тщательно себя отделяющих от всех остальных, называющих себя земляноидами, а не настоящими людьми, они верят в то, что они прибыли когда-то давно с другой планеты, именно поэтому они так сильно отличаются. В общем, с кукушкой там явно есть некоторые проблемы, простите меня за откровенность, но здесь они только до поры до времени пытаются слиться с обществом, потом понимают, что им это не подходит и наоборот всячески от него дистанцируются. И вот теперь небольшой дисклеймер, те средства, которые главные герои выберут для такого дистанцирования, они могут вызывать у вас крайне бурную реакцию, вплоть до ощущения сильной тошноты. Оба романа затрагивают тему человека в обществе, человека, отличающегося от остальных, человека, который не может в это общество полноценно интегрироваться, но делают романы это совершенно по-разному, и то, к чему приходят герои этих романов, это совершенно разные финалы. В целом, прочитать эти книги в паре, заметить какие-то параллели и совершенно полярные вещи, очень-очень интересно, но, опять же, земляноидов только с большой осторожностью. На этом, друзья, у меня сегодня все, я буду очень рада вашим комментариям, надеюсь, что этот ролик был для вас интересным, надеюсь, что смогла кого-то из вас все-таки заинтересовать современной азиатской прозой, я же в этом направлении еще тоже можно сказать новичок, конечно, здесь сегодня показала вам не все книги азиатские, которые когда-либо читала, не стала брать сюда классику, потому что захотелось поговорить именно о современной прозе и не стала брать сюда некоторые более жанровые произведения, какие-то детективы, триллеры, также некоторые книги, которые меня просто не особо впечатлили и покинули уже мои полки. Так что здесь сегодня уже такая выборка, пусть и не все книги от меня получили 10 или 9 баллов из 10, но все они достойны вашего внимания. Буду очень рада, если вы в комментариях поделитесь своими находками в современной азиатской прозе, я уверена, что многие эти комментарии будут читать, так что вы не только мне подкинете интересных идей, но и другим зрителям канала также. Также, друзья, в конце ролика, когда все мимо крокодилы уже, наверное, разбежались, хочу в очередной раз упомянуть вам о Бусти. На Бусти мы буквально на днях наконец-то выбрали книгу для совместных чтений. Совместные чтения будут проходить теперь только на Бусти, доступны только для третьего уровня подписки. Я не знаю пока как будет проходить обсуждение, возможно, даже будет отдельный телеграм-канал для обсуждений, ну, либо они будут на самом Бусти. Что касается формата, в котором я буду снимать ролик, то это будет читательский дневник с какими-то влоговыми вставками, с моими самыми первыми яркими эмоциями по мере прочтения романа. В любом случае это будет очень насыщенный читательский дневник, посвященный одному роману. И в мае этим романом станет там, тададам, «Грозовой перевал» от Эмили Бронте, книгу, которую я читала когда-то очень и очень давно и уже практически ничего не помню. Но если говорить о всех произведениях «Сестер Бронте», да и, наверное, о романах Джейн Остин тоже, то, мне кажется, «Грозовой перевал», судя по отзывам коллег, наиболее яркое произведение, в котором есть на что побомбить и вместе с тем оно довольно неоднозначное. Так что, наверное, для совместных чтений будет весьма интересно. На канале об этом романе я говорить не буду. Я приняла такое решение добавить больше эксклюзивности на Бусти, так что о «Грозовом перевале» я буду говорить только, может быть, в каких-то подборках на канале или в итогах года, если он войдет в топ прочитанного. В остальном же книге, которую мы будем выбирать для совместных чтений, они будут только на Бусти. Вот. На этом сегодня вроде бы все. Большое вам спасибо за просмотр. Буду очень рада вашим лайкам и комментариям. До скорой встречи, друзья. Будет еще очень много всего интересного. Всем пока!